Железная логика с Сергеем Михеевым Наш телеграм-канал называется Вести ФМ+, присоединяйтесь, подписывайтесь, если хотите читать только проверенную информацию. Видеотрансляция программы идет на нашем канале, первое о главном в Рутюбе, ВКонтакте и Телеграм. Сегодня 25 января, Сергей Александрович, день российского студенчества. Это не к обсуждению, а скорее просто хотел с такой мирной ноты, скажем так, начать. Поздравляем студенчество российское. Желаем ему, чтобы они стали, так сказать, достойной сменой, что называется. Да, ну а мы переходим к нашей информационной повестке. Главная тема, это, конечно, трагедия с российским военно-транспортным самолетом Ил-76, который сбили украинские силы в Белгородской области. Были официальные, разумеется, заявления с нашей стороны, со стороны Минобороны, Кремля и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Все исчерпывающее объяснили, по крайней мере, в нашем военном ведомстве, что произошло. Рейс, который вез украинских военнопленных для обмена, 65 украинских военнослужащих, трое российских сопровождающих, 6 членов экипажа. Все они погибли. И Минобороны утверждают, что сбит самолет силами вооруженных сил Украины. И, как заявил пресс-секретарь президента, он назвал Дмитрия Песков этот поступок абсолютно чудовищным. Украинцы сбили своих же пленных, своих граждан, которые должны были оказаться у себя дома буквально через сутки. Это, конечно, чудовищно, заявил Песков. И Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН из-за крушения самолета с пленными украинскими военнослужащими. Правда, Франция отказалась проводить это заброшенное заседание в связи с катастрофой самолета. И есть ощущение, что, конечно, это попытка выиграть время и, наверное, найти какую-то там информацию еще дополнительную. Его сначала вообще отказались проводить это заседание, а потом перенесли его на час ночи 26 января. То есть еще вот у западного мира есть сутки практически, меньше, немного, чтобы что-то еще добрать, какую-то информацию. А так-то в целом на Западе реакции практически никакой. Все пишут, что это что-то загадочное, что нужно разобраться. Хотя мы со своей российской стороны им предоставили всю информацию. Мне очень понятно, что тут загадочного, потому что, на самом деле, украинские средства массовой информации как раз первыми заявили о том, что самолет был сбит украинскими вооруженными силами. Какими конкретно средствами, это другой вопрос, потому что мы здесь отсюда в этом разобраться с вами не можем. Но они первые об этом стали говорить. А когда появилась информация о том, что на борту находилось 65 украинских военнопленных, они отказались от этой информации. Они сказали, что нет, это не они. И исправили сразу же все свои материалы во всех СМИ. А что, в общем, на самом деле, знаете, называется «наварей шапка горит», потому что сначала они, значит, как бы отрапортовали об успехе, а потом, когда стало ясно, о чем идет речь, отказались. Кстати говоря, я думаю, что косвенно это подтверждает российскую версию о том, что там летели эти пленные, потому что если бы это было не так, я думаю, что украинская страна, она бы не стала отказываться. А зачем? То есть, грубо говоря, если этот самолет перевозил боеприпасы, а, значит, украинская сторона сбила самолет с боеприпасами, ну, это как бы победа, это успех, это удача, о которой можно говорить. А вот если там действительно находились украинские военнопленные, которые действительно могли там через сутки буквально оказаться дома, тогда надо отказываться. Поэтому здесь тоже их такая позиция, она такая, выдает самих себя. Так как, опять же, с точки зрения чисто технологий политических, если вы уверены были, что на этом самолете перевозились боеприпасы, и вот ваши вооруженные силы Украины-то его сбили, ну, это успех, о нем надо отрубить. А если на самом деле действительно там были эти пленные, ну, тогда да, тогда вот надо закрывать рот, так сказать, и говорить, что это не мы. То есть, немножко там вот это вот их ерзание из стороны в сторону их самих выдает. Вот. Это для начала. А вообще, вообще, я думаю, что это в очередной раз ставит перед нами вопросы о способах ведения войны. Но я не буду возвращаться, там, условно говоря, там в этот самый, в позапрошлый уже год, потому что тогда уже я много раз говорил. Я считаю, что когда наши войска оставили под Киевом, надо было брать, так сказать, этот город, насколько это возможно, да, и уничтожать, если это невозможно, физически уничтожать всю верхушку украинского государства. Вот. И только это могло положить, на самом деле, конец, да, вот этой всей, вот этой всей, так сказать, ситуации. Вот. На мой взгляд, это было правильным решением, как бы, вот, или не надо было, так сказать, тогда вот вообще в это во все ввязываться. Вот. Но я много раз уже про это говорил. На мой взгляд, так сказать, да, надо было, так сказать, действовать жестче с самого начала. Вот. Но, тем не менее, сложилось, как сложилось. А вот что теперь? Теперь я считаю, что на фоне вот этих вот ударов украинской армии, ну, необходимо, может быть, пересмотреть концепцию наших ударов по Украине. Зачем вообще, как бы, что вообще сейчас происходит, да, с точки зрения вот этих атак беспилотниками и ракетных атак со стороны ВСУ? Я думаю, что, ну, пункт первый. На земле они успеха достичь не смогли, вот, поэтому они пытаются действовать дистанционными способами. Это первое, да, то есть, как бы, компенсировать вот этот вот эффект от неудачи, потому что летнего контрнаступления, этого наступления, потому что этот эффект от неудачи наступления, он очень сильно ударил по позициям Украины, значит, в глазах и западных партнеров. Поэтому сейчас они демонстрируют, нет, ну, у нас там не получилось, конечно, но вот зато вот мы все равно, мы готовы воевать, мы готовы продолжать дальше, так сказать, борьбу, что называется. Поэтому из этого там вывод, дайте нам денег, дайте нам, так сказать, оружие и так далее. Вот смотрите, вы нам не даете сейчас денег и оружие, мы все равно наносим удары, как бы, а когда вы дадите нам оружие и деньги, да, мы будем действовать гораздо активнее. Вот, это первое. Второе, я думаю, что это политический момент. Сейчас идет избирательная кампания в России, да, а на Украине как раз нету, это, так сказать, выборы отменили. Но надо максимально испортить фонд для избирательной кампании, вот что они делают. То есть, это тоже вопрос чисто политический. Вот, на этом фоне, на мой взгляд, стоит пересмотреть концепцию применения наших, так сказать, вооруженных сил с точки зрения нанесения дистанционных ударов. Вообще, чем больше дистанционно, так сказать, мы будем действовать, чем меньше будет потерь, тем, мне кажется, это будет более эффективная ситуация. И о чем я говорю? О том, что уже два года прошло, а в значительной степени промышленная и транспортная инфраструктура Украины остается нетронутой. Например, работает Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Зачем он работает? Это он делает, так сказать, то топливо, на котором ездят украинские танки, там, бронемашины и прочее, прочее. Почему он работает? Вопрос. Мы говорим, мы наносим удары только по инфраструктуре военно-промышленной. А вот Украина наносит удар, так сказать, по любой инфраструктуре, по которой им удается попасть. В частности, терминал жиженного газа, услуги и все остальное. Надо понимать простую вещь, что пока не будет подорвана экономическая инфраструктура Украины, война будет продолжаться. То есть, грубо говоря, если мы позволяем экономике украинской работать, да, то, значит, война может продолжаться бесконечно долго. Бесконечно долго, потому что, ну, посмотреть на эти темпы, условно говоря, продвижение на суше, ну, если так немножко их там экстраполировать вперед, ну, это вообще там на десятки лет, что ли. Я считаю, что мы не можем себе позволить такой, так сказать, такой роскоши, честно говоря. Мосты, дороги, тоннели, железнодорожная инфраструктура, любые фабрики и заводы, которые, так сказать, да, значит, могут иметь какое-то значение для украинских вооруженных сил, все это должно стать целью. Караваны судов, которые продолжают туда-сюда ходить в Одессу. Зерновая сделка вроде бы как не продолжена, а на самом деле сюда ходят, да, и это всем достаточно хорошо известно. Сюда ходят и в Одессу, и из Одессы, так сказать, вывозят, привозят и так далее, и так далее. Значит, все эти железнодорожные терминалы, соединяющие Украину, как бы, да, с Европой, все это должно стать целью. Не знаю, про это уже два года говорим. Вот вроде бы как в последнее время стали говорить, что мы начали там попадать там по мостам и все такое прочее. Я не знаю, может быть, значит, раньше не было такой установки или нечем было попадать. Но, по большому счету, разрушение транспортной и промышленной инфраструктуры Украины должно стать законной целью для российских вооруженных сил. Вот, собственно, и все. То есть, и в этом смысле разговоры про то, что вот как же, вот там же могут же быть вот эти самые, значит, какие-то гражданские, так сказать, инфраструктурные объекты. Ну, что поделать? Что поделать, да? Потому что в противном случае, говорю, это будет, ну, растягиваться очень надолго. И мне кажется, Запад именно на это делает ставку. На то, чтобы максимально долго растянуть эту войну, вот на земле можно бесконечно штурмовать, так сказать, поселки, значит, небольшие, так сказать, деревни там и так далее, и так далее, в которых окопались. Тем более сейчас известно, что, ну, по крайней мере, украинские СМИ пишут о том, что Украина, в принципе, готовит некое отступление и строит, значит, следующую линию обороны. То есть пока мы там, значит, заботимся об их гражданской инфраструктуре, они строят линию обороны, следующую, да, на которую там можно отойти и так далее. То есть здесь, я думаю, что одна из главных задач, это, на самом деле, как можно быстрее закончить эту войну, если ее неудачно закончить политическими средствами, значит, надо или принудить противника к тому, чтобы он, значит, пошел на некие переговоры, или уничтожать всю промышленную и экономическую инфраструктуру, которая есть, транспортную, так сказать, экономическую, топливную и все остальное. Я не знаю, никого, так сказать, понятно, что учить кого-то, это вроде как банальные вещи, да, и я помню, когда мы все это обсуждали еще, значит, в позапрошлом году, там, нам тоже говорили, вы не учите, типа, ученых, как бы, без вас, это без сопливых скользко. Очень может быть, я это вполне допускаю, что мы что-то не понимаем, не разбираемся, вот, не догоняем, как бы, да, или еще что-то в этом роде, или мы не знаем, наверное, многого мы не знаем. Но, тем не менее, мне кажется, это очевидные вещи, которые, чтобы понимать, не надо быть, значит, большим, этим самым, большим, так сказать, военным экспертом, вот, собственно, и все. Даже, правда, я говорю, простейшие вещи. Это транспортная инфраструктура, раз, это нефтеперерабатывающие заводы, дающие топливо, два, вот, это, значит, сообщение, международное сообщение Украины, то есть и морское, и железнодорожное, и автомобильное, все. Ну, вот, эти, как бы, понятные совершенно цели. И по многим объектам, тем не менее, до сих пор нету понимания у людей, потому что были тогда вот разговоры тоже, что в этом может быть замешанная, значит, интересы российских, так сказать, каких-то бизнесменов, там, олигархов. Ну, наши власти все это яростно отрицали, но, тем не менее, ряд объектов экономических на территории Украины, там, чудесным образом продолжают работать. Ну, как работали, так и работают, да, почему? Почему? Никто не хочет объяснять, да, как бы, вот, типа, не вашего умодела. Ну, не нашего умодела это было до тех пор, пока, значит, не объявили мобилизацию. Можно было сказать, это не вашего умодела. А когда, как бы, до всей страны кидают клич, так сказать, все для фронта, все для победы, это уже нашего умодела. Ну, такие дела. Так что, мне кажется, ответом на все эти вещи должна быть, так сказать, пересмотр вот именно характера дистанционных ударов по территории Украины с переносом внимания на любую экономическую транспортную инфраструктуру. Вот, потому что, на самом деле, это, сохранять ее, это такой, знаете, мнимый гуманизм. Давно еще, еще, когда только началось, я говорил, что, на самом деле, когда говорят, тут не надо, там, типа, жестких слишком, так сказать, действий, потому что мы гуманные. Я вам могу сказать, что чем дольше продлится война, тем больше будет убитых и раненых с обеих сторон. И поэтому ее надо заканчивать любыми методами быстрее, потому что в этом и будет гуманизм. Вот даже с этим руководством, так сказать, Украины и прочее, прочее. Ну, представьте себе, что, да, надо было действовать там сверх жестко в самом начале, и, действительно, да, были бы какие-то жертвы, вот, и так далее, и так далее. Но они не сравнимы уже с теми жертвами, которые есть сейчас. Поэтому главный гуманизм здесь будет в том, чтобы одержать скорейшую, так сказать, победу или, на самом деле, значит, принудить Украину к тому, чтобы она, так сказать, пошла на какие-то переговоры, на какое-то политическое решение. А это можно сделать через, так сказать, разрушение, в том числе, ее экономической инфраструктуры. Тем более, что они и сами ее не жалеют, вон, с той же самой плотиной на Днепре, вот, которая там была уничтожена, фактически, да. Ну, это так, можно сказать, ну, это все банально, лежит на поверхности, ну, банально, ну, лежит на поверхности, ну, и что? Если от того, что мысль банальна, она, это не означает, что она правильная или неправильная. Это мое личное, субъективное, так сказать, мнение. Вот, а так, там, цели-то, так сказать, их понятны. Что касается созыва Совета Безопасности ООН и все остальное, я думаю, что все это правильно, все это надо делать. Только я не верю в то, что это может как-то повлиять на современный украинский, так сказать, режим. Потому что, еще раз говорю, ну, вот они отказались от выборов, они идут, что называется, ва-банк. Их уже больше не волнует, на самом деле, вот сейчас вот выборов не будет, а, судя по всему, их не будет все-таки. Их уже не волнует, что там думает украинское население по этому поводу. Да, их совершенно не волнует, так сказать, а что вообще в реальности происходит. Их волнуют конкретные вещи. Они просят помощи для того, чтобы эту помощь получить. Они должны демонстрировать свою способность наносить удары. Они ее пытаются демонстрировать. И где-то у них это получается. Вот, собственно, и все. Вот, поэтому их надо лишить такой возможности. Или создать ситуацию, при которой, как бы, до населения Украины, да, ну, не сможет больше переносить, так сказать, то, что происходит в стране. А это электричество, это бензин, это все, что с этим связано. Вот так вот. И еще раз повторяю, так сказать, да, когда говорят, ну, вот надо же там быть гуманными. Я не вижу здесь гуманизма. На самом деле, чем дольше будет война, еще раз говорю, там продолжаться, тем больше будет жертв. Вот, и это негуманно. А вот чем быстрее она закончится, тем будет жертв меньше. И с той, и с другой стороны. Вот это гуманно. Вот, и если нужны какие-то, значит, экстренные меры для этого, то их надо применять. Вот, тем более, что, видите, как бы, да, сам украинский режим, как бы, это провоцирует. Но, опять же, я понимаю, тут могут сказать там, но вот они нас провоцируют на эти вот меры, они ждут вот это вот, а мы не должны поддаваться на провокации. Но я могу сказать, что мы 10 лет не поддавались на провокации на Донбассе, ну, не 10, так сказать, 8, да. Ну, и что в результате? В результате они выстроили там такую линию укреплений, да, которую мы до сих пор не можем окончательно, как бы, прорвать. Вот так вот. А может быть, как бы, знаете, надо было действовать жестче вот и тогда? И тогда бы они не успели ничего построить там, и нам бы не пришлось бы сейчас выкуривать их из этих бункеров и так далее, и так далее. Вот. Ну, вот такие вот, в общем, достаточно банальные мысли. Ну, а так, что касается там характеристик там украинского режима там, да, и Зеленского, ну, понятно, просто мы все это уже сто раз проговаривали. Вот. И все с ними ясно. То, что они там не жалеют своих людей, ну, это очевидно. Тут посмотрите на характер мобилизации, которую они проводят, все равно продолжают проводить фактически, да. Да, они их не жалеют, да, им на них наплевать. И никакими пленными там мы их тоже не разжалобим. Я помню тогда же, может, подумать, что это первый раз. Вот тогда вот была ситуация, когда ракета попала по колонии под Донецком, где тоже содержались украинские пленные. Ну, что, они все там погибли. Потому что кто-то заплакал там в этом Киеве? Нет, никто не заплакал. Кто-то, так сказать, решил, что надо действовать по-другому? При том, что им остро не хватает людей. Ну, им не хватает, но, я говорю, тут в данном случае, да, ситуация какая-то мутная. Ну, сначала они все закричали про то, что это они, а потом, бац, они быстро обрубились и сказали, что это не мы. Это не мы, так сказать, и так далее, и так далее. То есть, я думаю, что все-таки похоже на то, что там действительно были пленные. И они просто испугались вот этого негативного, так сказать, информационного эффекта, который может там все-таки как-то дойти до украинского общества. И стали говорить, что это не они и прочее, прочее. Ну, вот насчет украинского общества. Как раз в Киеве на фоне этой ситуации с катастрофой самолета заявили, что враг, то есть это мы, Россия, получается, активно осуществляет информационные спецоперации, направленные против Украины, которые имеют целью дестабилизацию украинского общества. Не верить тому, что сообщает Россия, что говорится в российских СМИ. И, получается, мы с вами тоже здесь в эфире информационную спецоперацию проводим против украинского общества. И, судя по всему, эти спецоперации имеют эффект, потому что говорят, что отношение к Зеленскому уже внутри самой Украины стало, очевидно, более сдержанное, чем было, например, два года назад, когда его превозносили просто как что-то нечеловеческое, как божество. Ну, что касается информационной спецоперации, я хорошо знаю украинскую действительность и до 2014 года, и после 2014. Честно говоря, те манипуляции, которые там с общественным мнением проводили, по сравнению с ними, все то, что здесь происходит, и к чему можно предъявить претензии, это вообще какие-то детские, не буду говорить что, это вообще ни о чем. Потому что, ну, слушайте, вся украинская государственность постсоветская построена на таких очень грубых, совершенно, так сказать, ненаучных мифах. Ну, все эти вот укры, шмукры и все остальное, кто нас будет учить, так сказать, да, кто нам будет тут еще, так сказать, показывать, что можно, что нельзя. Вся постсоветская государственность украинская построена на двух, ну, вернее, на много, на большом количестве, но на двух ничем не подтвержденных, так сказать, оголтелых совершенно мифов. Первый про какую-то древнюю украинскую цивилизацию, что не имеет никакого подтверждения. Второй, как бы, да, это про вот эту якобы вековую вражду русских и украинцев, что тоже никакими фактами не подтверждается, да. И вообще там, кто ловче и соврет, тот и прав, так оно было всегда. Главный принцип украинской политической реальности, это была там полная беспринципность, то есть вот принципом является абсолютная беспринципность, так что здесь вот это все ни о чем. Что касается нас, там, мы ведем спецоперацию, информацию, ну, понятно, что мы находимся на стороне, так сказать, своего государства в этом смысле, да. Можем ли мы быть здесь каким-то образом ангажированы, скажем, да, или у нас мог быть перекос, так сказать, в оценках. Да, может, это так, как бы, да, я в первую очередь, так сказать, российский гражданин, российский, так сказать, политолог и эксперт и все такое прочее. Вот, и фонд, так сказать, тоже, он полагает нашим вооруженным силам, вот, и будет помогать, вот, но вопрос в том, что есть факты, вот, скажем, выдумывать что-то такое, что вообще не имеет никакого основания, что не имеет никакого, так сказать, подтверждения в действительности, вот это не наша профессия. По крайней мере, я так не делаю и никогда не делал, да, то есть, условно говоря, я много раз говорил, слушайте, если бы вы на Украине выстроили что-то такое, чего можно завидовать, там, я первый бы сказал, давайте делать так, как на Украине. Но все, что вы выстроили за 30 посоветских лет, это помойка, от начала и до конца. Вся ваша Украина, как бы, это помойка, вот, от начала и до конца, вот, все то, что вы делали с 91-го года, превратило вашу страну в помойку с точки зрения смыслов, с точки зрения фактов и так далее, и так далее. Была бы у вас там райская жизнь, я первый бы сказал, давайте равняться на Украину, но не на что равняться, вот в этом проблема.